Хайни! Ха-ха-ха! Здорово, я тебя сейчас обманула! Это будет у нас новое приветствие такое. Да? Здорово. Тогда, Штирис, расскажите мне, откуда взялись ваши пальчики. На чемодане русская радистка. Ну, Лера, вот ты мне каждый раз эти вопросы задаешь, и ни разу я не сбился. Ехал, и я значит на машину. Нет, Штирис, нет, дружище. Я знаю, что про чемодан вы мне очередной раз так навариваете, что у меня крыша в очередной раз треснет. Лучше расскажите, откуда взялись ваши пальчики на сумочке жены Бормана. Что это, а? Ну, Лера, вот и на это-то вопросы я тебе смогу ответить только в присутствии жены Бормана, как честный человек. Штирис, мои агенты донесли мне, что вы со страшной силой ухлёстываете за женой Бормана. Брехня! Да? Да. А что вы скажете на эти фотографии? О, действительно, ничего не скажу. Это фугали середка. Это без комментариев. Через жену Бормана Штирлиц пытался выйти на самого Бормана, но это оказалось не таким простым делом. Полный право. Ну, ухлёстывайте. Ну, Мюллера, ну, ухлёстываю. Ну, не со страшной силой. Так просто похлестал немножко ремешком. А ты знаешь, что она, кстати, мазохистка? Да, Мюллера, я-то думал, что вы тут все садисты. Оказывается, что у вас мазохисты затесались. Ты проверь эти факты. Штирлиц, Алёша, и что вы так к ней привязались? Ну, Лена, да я от неё отвязаться не могу. В прямом переносном смысле. Вчера привязала меня к кровати. Зачем-то. И это самое, не то, что к Бормана выйти не мог. Просто в туалет три часа не мог выйти. Элементарно. Штирлиц, а зачем она вас привязала к кровати? Спроси у неё. Вы, думаю, такая фантазёрка. То в паровозик заставит играть, то в доктора. В паровозик и так как? А в доктора ты умеешь, да? Ладно, ладно, Штирлиц, хорошо. Я бы порекомендовал вам держаться подальше от жены Бормана. Хорошо, Мюллера, с удовольствием, с огромным. Ничего, если я в Казань уеду? Это где? Это дальше некуда. За Мюнхеном дома. Нет, не надо, не надо. Куда выжать? Просто постарайтесь не встречаться с женой Бормана. А если встретитесь, то обходите её стороной. А ты её видел? Обойдёшь её. Её легче перепрыгнуть, чем обойти. Что-нибудь придумайте, Штирлиц. Ты свободен. Свободен? У вас вся страна сплошной за стенок. Тут нет ни одного свободного человека. Я свободен. О, Штирлиц. Здравствуй, жена Бормана. Шалунишка. Я тебе, во-первых, никакая не Шалунишка, а полковника. Во-вторых, у меня Мюллера рекомендовала настоятельно обоходить тебя с стороны. А как тебе обойдёт, что такие узкие двери сделали? А с какой стати Мюллер лезет в мою личную жизнь? Я тоже ему так говорю, жена Бормана. Мюллера, что у тебя? Мало своих дел, что ли? Лезешь в личную жизнь с жены Бормана. Вы не знаешь, сколько дел с собой хлопот? Ужаса просто. Радистка никак поймать не может русская. По Старошлаге тоже умотала Швейцария, только глаза видели. Клауса кто-то грохнул, Айсману кто-то глаз выбил. Весь глаз у этих полностью. Сепаратные переговоры с Западом, а кто-то срывает постоянно. И оружие возмездия никак не могут сделать, кто-то постоянно суёт палкой колесою. Представляешь, главное, во всём меня подозревает. Тоже мне нашла крайнего. Не, ну и пусть подозревает. Я при чём? Жена Бормана, я тоже так и думаю. Ты-то при чём здесь? А может, она запала на тебя? О, Мюллер Шухер идёт. То есть Шухер Мюллер идёт. Встречки, я. Встречка. Здравствуйте, права Бормана. Здравствуйте, Мюллер. А что у вас с глазом? Э, пытался пытать вашего шофёра. А с кем вы тут разговариваете? Ни с кем, ни с кем. Ни с кем? Да? Угу. А мне показалось, что я видел Штирлиса. Померещилась. Померещилась. Да? Угу. Право Бормана. Мне случайно в руки попали вот эти фотографии. А-а-а-а! Что с вами? Угу. Вот ещё издевается скотина. Ещё издевается скотина. Это я не ему тебе. Это я не ему, это тебе. Угу. Ничего. Право Борман. Угу. Право Борман, давайте рассуждать, как деловые люди. Я отдам вам эти фотографии, а вы мне окажете небольшую услугу. Хе-хе-хе. Макажем, макажем. Макажем, макажем. Макажем. Мне кажется, Штирлиц ведёт двойную игру. Вот волк позорный. Вот волк позорный. Я тоже так думаю. Щука, макажем. Хорошо. Мне нужен компромат на Штирлица. Я должен знать всё, о чём он думает и всё, что он делает. Угу. Что это? Дождик. Дождик. Крыша протекает. Да? Где? Право Бормана, что вы себе позволяете? Э-э-э-э. Споткнулась. Да? Споткнулась? А ну, посмотрите, что там у вас за спиной? Ммм, Штирлиц. Какой Штирлиц? Я говорю, посмотрите, что за спиной. Споткнулась она. Если как же будет так спотыкаться? Хе-хе-хе-хе-хе. Ушила? Вот так. Волка позорная. Да. Шина Боровна, чуть-чуть удержался, не вырезала ему. Так, как не было стыдно за тебя. О, кошмар. Вот я никогда не знал это выражение, что означает. Все вы под колпаком у Мюллера. Теперь я догадалась. Ну и что делать теперь будем? А давайте пойдем к Гитлеру. И все ему расскажем. Он все поймет. Он нас рассудит. Конечно. Бесноватый нас рассудит. Да не-не-не, ну хорошая мысль, действительно. Иди сходи к Гитлеру, он тебя рассудит, он все поймет. А мне нужно кое-куда сходить. Куда? Есть кое-какие дела с Шина Боровной. Иди Гитлера, иди.